Восьмое октября для уфимских любителей хоккея ознаменовалось противостоянием Салавата Юлаева и Трактора. Для начала болельщиков порадовали прославленные в прошлом игроки, которые сошлись на льду в рамках Кубка ветеранов хоккейного клуба Салават Юлаев. Ветераны нашей команды в этой игре проявили себя с самой лучшей стороны и добились красивой победы со счетом 5-0. Главной ударной силой уфимцев в этой встрече был старший тренер Агидели Денис Афиногенов, который только вернулся из Нижнего Новгорода, где наша женская команда провела три матча со Скифом. Первый период, конечно, тяжеловато было, потому что приехали два часа назад, 16 часов, дороги были. Но ничего, во втором, третьем разбегался, пару голов забил. Ближе к вечеру, уже на Уфа-арене, своей игрой зрители порадовали команды КХЛ из Уфы и Челябинска. Главное, чем была примечательна данная встреча, это первое появление перед башкирскими болельщиками Кирилла Кольцова. Защитник, который ранее много и успешно играл за Салават Юлаев, в этом матче был незаметной фигурой. А на первый план вышли другие игроки. В частности, вратарь юлаевцев Андрей Гаврилов. Сейчас он уже вошел в роль основного вратаря и продолжает уверенно справляться со своими обязанностями. Тяжело было играть, наверное, первым матчем у Кузнецки, потому что долго не играл. Надо было выходить из этого пике нашего, который сами все загнали. А потом уже вторая игра, и третья, и потом легче играть. То есть, когда входишь в ритм, то играть легче, чем когда ты долго не играешь, потом играешь, потом снова не играешь. Когда играешь подряд, намного лучше себя чувствуешь психологически, физически в принципе. То есть, мы все готовы, а психологически вот в этом плане только. Еще один герой нашей команды в последних матчах – Тему Хартиканин. Финн с недавнего времени из-за проблем с составом выступает на непривычной позиции центра и при этом много забивает. Не ушел без шайбы со льда он и в этот раз. Именно Хартиканин и открыл счет голом в игре на экваторе первого периода. Я когда был молодой, я играл в центре. В принципе, тут и скорость требуется побольше, и движение больше. Мне нравится играть в центре. Вторая 20-минутка этого матча получилась крайне интересной. Многочисленные атаки и шикарные моменты возникали у ворот обеих команд на регулярной основе. Первыми своих болельщиков порадовали челябинцы, которые сравняли счет усилиями полощи хуры. Пропустив, хозяева стали играть более агрессивно в атаке, благодаря чему перед самым перерывом вновь вышли вперед. Дубль оформил Хартиканин. Сейчас Финн выглядит просто шикарно. И именно его вдохновенная игра помогает уфимцам побеждать в последних матчах. Помог его гол и в этой встрече. Шайба Финна оказалась победной, потому как в заключительном игровом отрезке воротари уже не пропустили. В трудную минуту лидеры взяли игру на себя, забили решающие шайбы. Очень здорово, что команда, я думаю, научилась терпеть, играть на результат. И это, наверное, самое главное достижение сегодняшнего матча. Начав домашнюю серию с победы, уфимцы уже вовсю начали готовиться к следующему сопернику. 11 октября юлаевцы сыграют в День республики с Ханты-Мансийской игрой. Эдуард Хизбуль, Константин Данилов, Айнур Ибрагимов. Хоккейный клуб Салават Юлаев. Субтитры создавал DimaTorzok